Доктор Стрэндж В книгах? Ну вот беда, их совершенно некогда читать Для меня ответ прост Это аудиокниги Что ты рисуешь, создаешь, дизайнишь, занимаешься спортом Куда ты идешь, едешь Втыкаешь наушник и слушаешь Главное правильно подобрать книгу Этот город боится меня Я видел его истинное лицо Улицы продолжения сточных канав А канавы заполнены кровью И когда стоки будут окончательно забиты Вся эта мразь начнет тонуть Когда скопившаяся грязь, похоти и убийств Вспенится им до пояса Все шлюхи и политиканы Посмотрят на верх его запят Спаси нас А я прошепчу Нет Что-то как-то сильно брутально Надо что-нибудь попроще И тут на помощь придет приложение Патефон Это более 5000 аудиокниг Которые доступны в приложении Которые в свою очередь можно скачать бесплатно Для андроид и айос И даже не надо покупать книги по одной Просто берешь подписку и получаешь доступ Сразу ко всей базе И тогда точно не случится подобных случаев Если ты выбрал неправильную книгу Это очень удобное приложение Которое запоминает Что вы слушали И стартует ровно с того места На котором вы прекратили это слушать Вы сами можете попробовать Первые 7 дней даются абсолютно бесплатно Можете попробовать Патефон И если не понравится То просто отписаться И не платить дальше Приложение Патефон Работает без интернета Представьте себе Поэтому можно слушать в самолете По дороге на работу Или учебу На мой взгляд это очень удобно Ссылка на приложение находится в описании Пользуйтесь на здоровье А я перехожу уже к обзору премьер Я знаю что все в погоне за хайпом Будут говорить сейчас в основном про Стрэнджа Но я сделаю обзор на него чуть попозже Когда он официально запустится во всех кинотеатрах Если вас интересует То фильм очень даже ничего Но сейчас давайте я все же расскажу про другую весьма неплохую ленту Которая вышла на этой неделе И которую как-то чересчур сильно разгромили критики Что на мой взгляд не заслужено Картина Расплата с Беном Аффлеком в главной роли Лишь совсем недавно процент положительных рецензий Начал подниматься И перевалил едва за 50 Ну а зрители так вроде и вообще не согласны С таким вердиктом профессиональных критиков И принимают ленту очень даже тепло Я пожалуй выступлю на стороне защиты фильма Поскольку мне лента за исключением финала Который явился для меня ложкой дегтя в бочке меда В целом понравилась Боевик Расплата рассказывает нам о необычном человеке Которому в детстве был поставлен диагноз аутизм Но тем не менее он вырос И стал практически полноценным членом неполноценного общества Почему я так говорю? А потому что наше общество полно пороков И Кристиан Вульф А именно так зовут героя Бена Аффлека Решает покопаться в этих пороках А точнее в грязном белье Он гений, которому без труда даются сложные вычислительные задачи Головоломки и пазлы Он больше напоминает робота, чем человека В быту ни одной лишней вещи Дотошность, аккуратность и обсессивно-компульсивное расстройство Вот его главные черты И именно он является аудитором у мафиозных кланов Наркокартелей и других нелегальных организаций А однажды, когда на его хвост падают федералы Он решает оказать услуги менее опасным клиентам Но, как только он раскапывает причину многомиллионной нестыковки финансовой отчетности компании Его и его помощницу, сыгранную Анной Кендрик Вдруг начинают преследовать киллеры Слава Линзе, отец превратил нашего героя в настоящую машину для убийства Пытаясь научить его защищаться Ибо он считал, что его сын не такой, как все Вот такой сюжет у этого боевика В котором имеется нестандартный герой со странностями А кроме того, поднимается проблематика детей-аутистов И отношение к ним в обществе А еще проглядывает своего рода мораль Когда мы выясняем истинные мотивы персонажа И, кстати, именно это сочетание разговоров на сложную и серьезную тему И около супергеройского боевика И вызвало недовольство критиков Судя по многим рецензиям, только высокопарным драмам Дозволено говорить на серьезные темы Боевикам не не А мне наоборот, понравилась эта глубина И нестандартность в экшен-ленте Другое дело, что все испортила концовка Которая до нелепого идиотская Притянутая и попросту глупая Не вся концовка, а лишь один из главных сюжетных поворотов Не, вероятность такого исхода есть, конечно Но какая-то слишком уж незначительная Однако в остальном, мне видятся в основном плюсы Снова хочу выделить отличную актерскую игру Бена Африка Он вновь без особых кривляний и переигрываний Сумел показать интересного персонажа Также прекрасен Джей Кей Симмонс В одном моменте от его игры аж дух захватывало Да и в целом, мне очень понравился сюжет История персонажа и его мотивы Но блин, финальный твист Какой-то уж слишком неправдоподобный Он просто превращает в фарс происходящее Ну не знаю Для меня это жирный минус Который не дает мне поставить картине золото И хоть я и говорю, что фильм чудовищно недооценен критиками Я все равно поставлю серебро Очень добротный боевик с моральным подтекстом Которому хватает смелости говорить о проблемах И который наделен неплохим и крепким сюжетом Я рекомендую к просмотру Ну, этот финальный твист Ну, я вас предупредил, все что Отнеситесь к нему благосклонно С детьми же можно сходить на мультфильм студии Дримворкс Тролли Но только взрослые готовьтесь Это оооочень детский мультфильм Который хоть и пытается быть наполненным каким-то более возрастным контентом Типа популярных песен, исполненных в необычной манере Но в основном он ооочень детский При этом возраст, в котором этот мультик будет нравиться Где-то 5-6 лет Возможно У мульта не особо глубокая история Я бы даже сказал, что он пустоват Шутки в основном сосредоточены на физиологическом уровне Типа покакать пироженами Или пукнуть блесками Показать попу Вот типа того Все персонажи стрельнутые, глупые И с передозировкой гормонов счастья Причем с такой передозировкой Что у них совершенно отсутствуют инстинкты самосохранения Самое странное, что несмотря на то, что они все такие милые и жизнерадостные Особых симпатий они не вызывают А лишь раздражают Главные персонажи Цветан и Розочка Наделены простыми, как ровная линия, характерами Ворчун и веселая дурочка Я не знаю, зачем так упрощать-то Возьмите любой диснеевский мультик Или советский, например Там редко, где встретишь настолько примитивные характеры у персонажей Но, возможно, детям это понравится Хотя, я знаю, что неправильно ссылаться на это Но в зале, где я смотрел, дети сидели в основном тихо и с гробовыми лицами Возможно, это было только в моем зале Возможно, повторюсь То есть, я к чему веду-то Мультфильм чертовски скучный В нем нет ничего такого, что вызывало бы хоть какой-нибудь интерес Причем, авторы, видимо, сами понимали, что в их творении много пустоты Поэтому песни в мультике звучат с интервалом в 10 минут Чтобы было чем хронометраж, видимо, забить И все песни предельно бессмысленные и ненужные Блин, как же меня раздражают песни в мультфильмах Ах Сюжет вообще примитивен Идиоты-тролли привлекают к себе внимание бергенов, которые их пожирают Кучку троллей похищают и двое отправляются спасать остальных И да, все потом скатывается до очередной интерпретации Золушки Мораль избита, юмор не удивляет, не веселит, а персонажи не заинтересовывают Единственное, чем цепляет мульт, так это своей анимацией Такое все плюшевое, яркое и мохнатое А в основном только лишь разочарование Хотя, почему разочарование? Я вообще ничего толком не ждал от этого мультика Ну да Кстати, а зачем было брать за основу эти древние игрушки? Ну помните, было время, в каждом киоске продавались такие вот тролли Или это я такой старый Вот в том-то и дело, что этих троллей никто не помнит Или это все для того, чтобы очередную партию игрушек в магазины загнать Ага, точно! Короче, мультфильму от меня бронза Малым детям, возможно, мульт придется по вкусу Взрослые на нем точно будут скучать Но, если в целом говорить, на мой взгляд, это очень неудачный мультфильм Что? Там еще и Дима Билан на озвучке? Ой-ой-ой, вообще кошмар! Ну а с вами был Сокол Высказывал свое личное мнение Сходите в кино Составьте свое Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok